Первый шаг в войне за активы совхоза был предпринят в феврале 2018 года. Тогда ряд миноритарных акционеров совхоза подали иск об оспаривании крупной сделки двумя земельными участками, которая была совершена около 10 лет назад. При этом суд не смутил нарушение срока исковой давности, которое по общим правилам составляет 3 года. Государственную пошлину в полном объеме в размере 540 тысяч рублей, практически полмиллиона, оплатил родственник депутата МОСОБУДУМа Владимира Жука. Сам Жук никогда не оспаривал свою заинтересованность в этом деле и открыто об этом сообщает в открытых средствах массовой информации. 23 августа бывшая супруга Павла Николаевича Грудинина подала иск о разделе имущества. После 8 слушаний в Никулицком суде Москвы дело было незаконно передано по подсудности в Гидновский суд Московской области на рассмотрение судей Смирнова. Попытки представителей Грудинина оспорить незаконное решение об изменении подсудности к никаким результатам не привели. Но 14 февраля 2019 года решением Совета депутатов Павла Николаевича Грудинина был лишен полномочий председателя Совета депутатов Видного. Никакие основания данного решения не разъяснялись. Однако спустя 7 дней в адрес Совета депутатов Видного поступило представление Видновской городской прокуратуры за подписью исполняющего обязанности городского прокурора Холоденко с требованием немедленно рассмотреть возможность лишения депутатского мандата Павла Николаевича и своевременно проинформировать городской прокуратуры. Хочу уточнить. Он никакого права не имел. Прокуратура не может вмешиваться в это дело. Никаких оснований не было. Надо проверить, каким образом он это сделал. Да, это не только незаконные действия, это прямое вмешательство в полномочия органа законодательной власти. Тем не менее, спустя 5 дней после поступления этого представления Совет депутатов признал данный документ обоснованным и Павла Николаевича лишили депутатского мандата. 18 марта 2019 года состоялось заседание президиума ЦК КПРФ в связи с кончиной нобелевского лауреата Жареса Алферова. Единогласно президиум ЦК проголосовал за передачу мандата Грудинина депутата Государственной Думы. Однако, спустя 3 дня, 21 марта, под руководством и по инициативе заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Былаева, в передаче мандата Грудинина была отказана. Данное решение совершенно незаконно. Оно нарушает федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. В таких случаях избирательная комиссия исполняет решение партии. Она не имеет права давать оценку и тем более отказывает. 3 апреля 2019 года в процесс захвата активов совхоза официально вступил британский подданный, известный как эксперт по экстремальным ситуациям Владимир Полихата. Он привлек своим планам Грудинину, получив от нее генеральную доверенность на право представлять ее интересы по всем вопросам во всех судебных и несудебных инстанциях с правом передоверием. Уже спустя 2 дня, 5 апреля, судья Видновского суда Зурьянова наложила арест на 196 участков, часть из которых находилась в собственности других лиц, часть из них подлежала передаче для государственных нуж, и арестованная площадь, арестованные участки в 71 раз превышала спорную территорию, спорную площадь. 23 апреля 2019 года судья Видновского суда Смирнов в ходе одного заседания вынес неправовое, незаконное решение о разделе имущества, совместно нажитого в браке. Все требования Грудининой по всем 15 наименованиям активов были удовлетворены в полном объеме. Ни одно ходатайство представителей ответчика не было удовлетворено, не были допрошены свидетельства, было отказано в приобщении доказательств к материалам дела. Кроме того, был решен вопрос в отношении имущества, преднадлежащего другим лицам на праве собственности. 24 апреля Смирнов уже накладывает обеспечительные меры, запретив акционеров совхоза голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего забрания. Данное требование также незаконно. Последний прецедент, когда был осуществлен запрет на голосование по данному вопросу, случился в 2003 году. Тогда судья лишился за это адвантии. Да и он не может, он просто парализует нормальную работу крупного коллектива. Это преступление, абсолютно полное преступление. Мы думали немедленно отменят, тем не менее, все это продолжается. 21 мая, как уже говорил Геннадий Андреевич, 15 депутатов фракции КПР в Государственной Думе подписали и направили обращение в адрес президента Российской Федерации с просьбой обеспечить соблюдение закона в судебном производстве и прекратить пресечь акции по преследованию Павла Николаевича Гругилина. Далее, 9 октября было вынесено решение о том, что иск о возмещении убытков в пользу совхоза должен быть рассмотрен арбитражным судом. Уже на следующий день резолютивная часть решения была опубликована, и в этот же день, 10 октября, судья арбитражного суда Московской области Беряков принял исковое заявление к своему производству. 11 октября он уже выносит определение о наложении обеспечительных мер, арестовывая участки, заблокировав операции с акциями совхоза имени Ленина. При этом следует иметь в виду, что иск был подан о возмещении убытков в пользу совхоза, и сами акции совхоза предметом иска не являлись. 29 октября Беряков вынес незаконное, просто фантастическое по количеству нарушений решение о взыскании из Павла Николаевича Грудинина 1 миллиарда 66 миллионов и государственной пошлины в размере 104 тысяч рублей. По этому иску также выступила Грудинина, хотя она не являлась и не является акционером совхоза, в реестре акционеров не зарегистрирована, и по закону она не имела права принимать участие в этом заседании. По имеющимся у нас данным, в том числе из открытых источников информации, средств массовой информации, подобный судебный произвол в отношении совхоза и в отношении Павла Николаевича Грудинина оказался возможен благодаря личной заинтересованности высокопоставленного лица, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации Олега Свериденко. Именно поэтому при рассмотрении обоих исков было допущено беспрецедентное количество нарушений норм материального и процессуального права, попытки оспорить эти решения неправовые не привели никакому результату, а сами решения и определения по этим двум искам выносились в экстремально короткие сроки с содержанием практически под копировку. Таким образом, совхоз имени Ленина и Грудинина оказались лишенными основного права на судебную защиту гарантированной Конституцией Российской Федерации.